Приветствую вас, друзья. Любая ваша поддержка моему каналу позволит выпускать больше интересных видео. Подробности в описании к этому ролику. Вчера я искал в интернете информацию про голод в США в начале прошлого века. Но поисковик неожиданно выдал мне информацию о том, что, оказывается, в США не 100 лет назад, а сегодня более 50 миллионов человек из 330-ти миллионной страны голодают. 50 миллионов – это каждый седьмой гражданин. Связано это с отсутствием у США целевой программы продовольственной безопасности. Получается, самая мощная экономика мира, у которой находится печатный станок, выпускающий мировые деньги, где находятся самые эффективные частные руководители, не имеет программы продовольственной безопасности? Они точно самые эффективные? Точно самые умные и грамотные? И это не мои слова. Об этом писала в феврале этого года британская газета Daily Mail. Цитата. «Байден объявляет о выделении 1,7 миллиарда долларов на борьбу с голодом в США к 2030 году». Конец цитаты. «При этом Белый дом заявляет, что 17 миллионам домохозяйств не хватает еды». Конец цитаты. Ссылка на статью в описании к ролику. Если предположить, что одно домохозяйство – это как минимум три человека, то минимальное количество людей, испытывающих недостаток еды – более 50 миллионов. Цитата. «Во вторник Белый дом объявил о выделении 1,7 миллиарда долларов на финансирование по всей стране в рамках призыва к действию, направленного на то, чтобы помочь покончить с голодом в Соединенных Штатах к 2030 году и способствовать здоровому образу жизни». По данным администрации, 17 миллионов семей не смогли получить достаточной еды в 2022 году. Примерно в 6,8 миллионах из этих семей членам приходилось время от времени пропускать приемы пищи или вносить другие изменения, потому что не хватало денег и ресурсов на еду. Конец цитаты. Повторю. Речь идет не о каком-нибудь Бангладеш или Сомали. Это про ту страну, которая даже не несет, она сильно навязывает всему миру свою демократию, свою свободу и свой образ жизни. Я поинтересовался ситуацией в России и в Кыргызстане. Информация в открытых источниках. В России, по данным ООН, на которые ссылаются СМИ, голодает каждый 14-й. В Кыргызстане это 6%, то есть голодает каждый 16-й. Получается, если мы примем американский образ жизни и их экономическую модель, у нас будет голодать уже не каждый 14-й или 16-й, а каждый 7-й? Вопрос. Нужен ли нам такой, в кавычках, прогресс? На самом деле аналитики говорят, что экономика США должна была схлопнуться еще в 80-х годах прошлого века. И только падение и разграбление СССР позволило США продлить свою жизнь на 30 с лишним лет. Но время прошло. Больше зон для распространения американской демократии в кавычках и экономики не осталось, а значит и система идет к своему логическому завершению, что мы сегодня собственно и наблюдаем. Кто согласен со мной, поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой авторский канал. С вами был я, Нур Исмаил.